Добро пожаловать в мир волшебной магии Обальдс Легаси. На связи Чандер Ольга. Профессор Гекат, где все ваши задания выполнены? Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы уже изучили инсерд. Вероятно? Да. Я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, чтобы сдать огонь непросто. До сего момента ваш талант заклинания меня приятно удивил, но сейчас вам, прежде всего, понадобится сосредоточиться. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока стала сгоревшая мантия. Начнем. И помните, движения палочкой должны быть... Концентрированы. Да. Здесь контакт. Просто оказалось инсендий. Так, говоришь звук, да? Так. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инсендий на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Да. Да. Обязательно обзирно менять местами. Ну, с репарой готов поменять, если что. Ну, я думаю, что можно поставить... Отсюда нельзя нажать? Нет. Нельзя. Используя заклинания или предметы, вы должны сначала добавить его в свой комплект заклинаний. Попробуйте сейчас инсендий, курсор инсендий удерживать и перетащить. Это мы сделали. Крутц. Это не то. Это не то. Ну, хорошо. Добавил назад. Ну, ладно. Ты же хотела бы у менять прекрасники на это. Да. Ну, там комплект какой-то, надо открыть. И дальше. А дальше вот. Четыре столпа джег по итогу. Это заклинание с высоким уроном, которое на небольшом расстоянии выпускает разрушительное пламя. Подожди. Теперь можно. Вообще на небольшом расстоянии. Фигня какая-то, если честно. Неплохо продолжать в том же духе. Главное, себя не подожгите. Ну, в общем, крайне специфическая тема. Неизвестно, сколько она, конечно, будет урона наносить. Ой, факел, кстати. Долго перезаряжается, очень. Готово. Что? Это к фигу вернется. Ага. Все, возвращаемся тогда к фигу. Здесь мы подожгли. В целом, если нам где-то потребуется что-то поджечь, мы сможем где-то что-то поджечь. Правильно? Ага. Правда, я не помню, чтобы где-то нужно было поджигать. Выше нужно. Погнали. Ну-ка. Здравствуйте, сэр. Профессор Геккат научил меня новому защитному заклинанию. Я уже знаю, она сказала, вполне освоились с новой палочкой. Продолжайте работать с профессором Геккат и другими преподавателями. Вам нужно много упражняться. И все же стоит больше... Нельзя больше откладывать посещение библиотеки. Итак, продолжим. Фиг! Фиг! У меня есть для вас поручение. Идемте. Директор, я разговариваю с учеником. Распоряжение... Мне казалось, после тех проблем, что вы со зорняком не доставили, будете рады загладить в вашу вину. Жду у себя в кабинете. У вас пять минут. Просто невыносим, к сожалению. Наш поход в запретченную секцию приходится откладывать. Но, профессор, у нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего... Камин, поджечь. Поджечь, пожалуйста. Я найду вас, как только выполню возложенное на меня вручение. Хочешь, чтобы мы подожгли камин? Да. Давай. Ясно. А он не хочет. Вон опять оно. Да-да, они повсюду. И слезят за нами. Не хочет. Может, его поджечь? Я не думаю. Но хотя бы попробовать... Нет. К сожалению. Может, там луна нарисована. Может, нужно ночью приходить? Что там положение лун? Где положение лун? Внизу. На подставочке. Внизу, да. Кстати, да. Может быть. Полно лун мне к нему прийти. Я не знаю. Может быть. А когда полно лун мне здесь? Поговорить с Себастьяном. Пойдем поговорим с Себастьяном. Где-то внизу? Такое-нибудь задание какое-то. Ты хотел поговорить? Хотел. Привет, я Данкан Хабхаус. Приятно познакомиться. Я столько слышал о тебе в битве с троллями и драконами. Приятно слышать. Надеюсь, я оправдываю свою репутацию. Судьба и впрямь не обделила меня приключениями. Что ж, лист мы предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае именно ты мне и нужен. Что, у тебя тролль или дракон? Или тот и другой? Тролль на драконе или дракон на тролле? Однажды на уроке профессор Гекат учил нас изгонять тебя богат, а мой, ну, к сожалению, принял вид пушишки. Они кажутся безобидными, но языки у них просто жуткие. Вот именно. Жаль, остальные придерживаются другого мнения. Но каким бы обоснованным ни был мой страх перед пушишками, люди начинают считать меня трусом. За что меня стали дразнить Данкан-пушишка? Сочувствую неприятной ситуации. Спасибо. Поппи все предлагает мне помощь в преодолении страха, но боюсь, будут проблемы. Впрочем, я умудрился все усложнить, когда по глупости ляпнул, что ходил по тайну коридор травологии. По тайну коридор травологии? Да. Именно. Ходят слухи, что бывший преподаватель травологии, уступивший вместо сыру чеснок, выращивал там опасные растения. Сейчас они должны быть так разрослись, что никто не сумеет туда и нос сунуть. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательство того, что я там побывал. Ну там лист или стебель какое-нибудь опасного растения. Какие растения там могут быть под тайной коридор травологии? Понятия не имею. Но ты же знаешь, какие растения выращивал профессор чеснок? Если предыдущий преподаватель такой же, думаю, его растения тоже не самые безобидные. Вообще-то не знаю, какие растения чеснок выращивал. Хорошо, поищу, если буду в тех местах. Отлично, я буду очень благодарен. Приходи, если найдешь доказательства, я буду вечно в долгу перед тобой. Надо поймать его на слове. То, что вечно в долгу будет. В рабство его взять. Под тайной коридор травологии. Любопытно. Любопытно-то любопытно. Ну давай тогда поищем его. А тут мы реально не были, слушай. Интересное место. Там где-то дзиньк. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса, а его система корней стой же глубока и запутана, как и подземелья самой школы. Отлично. Что? Там хэ было. А, ну, типа Хогвартс. Сюда можно войти? Там дзинь, конечно, но здесь записка. Дорогая профессор Чеснок, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать такие душистые ягоды. Чтобы не выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Эллинора воздуши не чает уверенно, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями Элеонора Эверли. И все, да? Наверху? Не все. Нет, заникает. Тут что-то лежит. Школьная форма староста живет там. Здесь что-то заникает. Внизу, видимо. Видимо. Видимо, не видимо. Сливы цепелины. Эти похожие на лидийску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивого человека ко всему необычному. Ой, реально, смотри, как ногами. Ну. Ребеллио. Там растения, которые можно собирать. Угу. Только закрытая секция. Укадем. Так, давай посмотрим, что за шмот. Какой-то называется... Это мы знаем. А, нельзя пока? На 15-й. Ничего себе. Надо было, наверное, продавать оранжевую, потому что слишком быстро мы находим что-то новое гораздо круче. Да. Ребеллио. И... Куда нам непонятно, да? Посмотрим пока что здесь. Тогда надо спуститься. А после того, как спустимся, надо спуститься. Угу. Смотри, здесь мы выходим. Обходим. Проходим. Куда мы идем? Ребеллио. Я этот... Хотел сказать точно не то, что нам нужно, а здесь что-то интересное. Угу. Собака. Как я тебя ненавижу. Глазастик. Ладно, давай... Мы куда-то еще ниже. Мы пошли по этим пометочкам. Я иду, да, по карте. Как нас ведут. Потом поизучаем, потому что нам явно еще... Нам не сюда вообще, кстати. Угу. А ты отслеживаешь то задание? Да. Дожди, подожди. Можно остановиться немножко? Мне вот этот нужно. Да. Ух ты. Ух ты. Белые перчатки. Здорово. Белые перчатки, по ощущениям они мягенькие. Все, посмотрим. Нету шкафа или тайника. Нет. Здесь продавать только нужно. Но они круче. Белые. Пусть белые будут. Пока что пусть белые. Для разнообразия. Не ты найдешь. А я точно то самое задание... Да, точно то самое задание отслеживаю. Именно то самое. Погоди. Что это? Вот я о том же. Ты поджечь. Вот мы и нашли. Теперь у нас новые, видимо, штуки будут отмечаться. Мне показалось, что я слышал, кстати, где-то здесь... Ключ? Угу. Один раз слышал, а потом пропал он. Может, тут где-то? Я просто не помню тот шкаф. Ладно. Давай идем. Не помню шкафа тут. Идем. Ага. Зараза. Так, куда-то нам вот туда нужно бежать. Так, надеюсь, что оно не крышанется снова. Проверили целостность файлов. С чем связана вообще такая проблема, то, что у нас сегодня вылетает? Не знаю. Самое неприятное, на самом деле, в игре, то, что отсутствует... Автосохранение время от времени. И отсутствуют быстрые сохранения. Пасека. И попаточники. И попаточники. Волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении пищи вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных, угромных местах. К сожалению, известно, что они заражают угли, оказывая погубное воздействие на мед внутри них. Ой, а здесь прям что-то надо? Надо что-то сделать? Смотрите. А это внизу. Ладно. Все хорошо. Здесь прям спрыгивать надо? Не обязательно спрыгивать. Можно и спуститься. Не загорелось там ничего. Хотя есть определенные вещи, да, которые загораются. Драконовые. Потом и туда надо будет, на реку, может быть... Ну, я думаю, на метле. Когда у нас метла уже будет, мы на метле сможем поисследовать все. Что это такое? Такие сухие лозы обычно просто поджечь. Это не сухая лоза, это какой-то, я не знаю, календарь. А может быть здесь репара нужен? Давай посмотрим. Точно нет. Потайной коридор травология. Можно ли в реке утопиться? Насколько я понял, нет. Заполучите доказательства. Должно быть это вход в потайной коридор. Сам присел. Делать киселки, кажется, они... Любят темноту, значит, свет. Едва ли им понравится. Просто перевезть надо было. Я тебя понял. Так, ну, надо поисследовать все. А здесь нужна репара. Эх ты. Ну, мне бы переключать, если честно. Ну, на полном серьезе. Была бы возможность переключать, было бы хорошо. А свет тебе тут нужен? В смысле, не репара. Да, свет нужен обязательно. Свет нужен для того, чтобы активировать вот эти. Люмос нужен от дьявольских силков. И этот огонь нужен для поджигания кантилявров. То есть это... Четверка, не знаю. Здесь сундука нужно? Или двойка? Уж перепрыгнуть можно. Да. Ладно, хорошо. Черные кожаные перчатки. Дьявольские силки. Ну, они до конца не уходят. Ну, они как бы временно уходят. То есть, если я Люмос отключаю, то они начинают нападать. Дьявольские силки охраняли здесь какой-то сундук. Не достает. Не достает, да? Угу. Угу. Синие очки с четырьмя линзами. Р-ку, да? Тот самый момент, когда четырехглазом тебя будут обзывать уже как шестиглазы, да? Угу. Выглядит круто. Так, погоди. У нас много различного интересного снаряжения выпало. Перчатки, которые, здравствуйте, лучше. Снова. Черные. Пойдет. Теперь черные. Очки. Которые, разумеется, снова лучше. А зачем? Чтобы даже боковым зрением все видеть. Ладно. Не будем вдаваться в подробности. Грустно, что нельзя утопиться в реке. Грустно, что нельзя со скалы прыгнуть. Много чего грустно. Придется с этим мириться. Пожалуй, кусочка этой огромной ядовитой тентакулы будет достаточно. Тентакулы? Может быть, тентакруэли? Так, что-то собрать можно. Ой, денюжки. Прекрасно. А еще есть чем? Больше ничего. Так, тут выход явно. Сразу подожжем пути к отступлению наши. Здорово. Да, лист гигантской ядовитой тентакулы. А здесь быстро перезаряжается. Ну, видимо, в бою перезаряжается долго, а в таких вещах быстро. Тут не пройти, да? Нет, никак. Дьявольские силки меня только бьют, а толку никакого. Поехали тогда отсюда нафиг. Выйти в теплице. Так, это вот спуск вниз, правильно? Да. Потайной коридор травологии. О, собрать ядовитую тентакулу. Прекрасно. Открыть здоровенный сундук. Угу, фиолетовая мантия, это хорошо. Эта вода так блестит, зараза. Ой, ну здесь-то я был как раз. А почему я тентакулу тогда не мог собирать? А потому что было заперто. Да, конкретно сюда я попасть не мог. Вернее, сюда я попасть мог, а вот туда я попасть не мог уже. А там есть еще и ящик. Возьмем. Двадцать три монеты нам точно лишними не будут. Уже ночь к слову. Давайте отправимся вот к этому мальчишке теперь снова. Но новая мантия хотя бы мощная. Кстати, выглядит очень даже неплохо. Может, в мантии походим какое-то время? Можно. Ну, давай попробуем. Так, какой мы тогда шарф сюда завяжем? Нет, шарф все равно сюда никак не идет. Такой он в целом неплох. Ну, этот лучший вариант все-таки. Из того, что мы имеем. Либо можно вообще без шарфа походить пока. Единственное, наша шапка гопника не очень подходит. Пусть может вот такая будет. В целом не так плохо. Ладно, пойдет. Могло быть и хуже, как говорится. Да. Так, плюс мы пошли, поскольку ночь к профессору Фигу. Узнали, что обезьянка не работает. Видимо, что-то надо будет дальше. Рукоятку подвешивать. Хорошо. И вот здесь вот видели штукенцию, которую можно поджечь. Что мы, собственно, и не сделаем. Мы просто не достанем. Мы не достанем. Три. Да, три не получится. Да, мы прям очень близко. Что там, Натэ, нажми, пожалуйста. Посмотри, какие еще обмены есть. Экспиллярмус это не то, бомбарда точно не то. Первая. Да. Да. Конечно, он дальний. Ханфринга нужен. Ясно. И даже понятно. Ладно. Идем тогда по заданию. Да, да, да. Храбрость твоя. Привет, Данкан. У меня есть нужные отойти доказательства. Ничего себе листик. Должно быть гигантское ядовитое. Тентакула вымахала. Куда больше, чем я рассчитывал. Правильно сделал, что обратился к тебе. Спасибо, что достал его для меня. Да ладно, надеюсь, теперь ты сможешь доказать всем, что ты не урод. Сегодня же покажу это в гостиной. Насмешку над Данканом Пушишкой. Даже Эвилет поймет, насколько смехотворно это прозвище. Еще раз спасибо и хорошего тебе дня. У меня теперь все будет отлично. Награда моя где? Где моя награда? Награда, спрашиваю, где? Мантия какая-то ядовитая. Ну хотя бы опыта дал, ладно. Ядовитую мантию он нам дал? Не знаю там. Возможно, это... Визуал. Нет. То зеленое нет, не оно? А, может быть оно. Друрит какой-то. Ага. Ну пока в такой побегаем. Хотя лучше шапка все-таки дебильная. Шапка мне не нравится. Обрать шапку. Но без шапки по-хорошему бы шарф добавить. Не моем. Так. Рукоятка. К сожалению, она ничего нам не дает. Серебро здесь подходит лучше. Под черный цвет. Так, нам нужно... По-основному теперь? Да? Если дополнительных нет больше, то да. Вроде бы нет. Выходим на карту, видим, что флажков черных нету. А может... Что? Тут? Оксмите. Иногда им будут. Нет? Нету. Нету. Ничего нету. Так, дай сюда. Рассматриваешь, как женщин сжигают? Вот ты где. Как раз тебя-то и хотел увидеть. Я был в трех метлах после нападения тролля и видел, что случилось с Риквудом. Виктор Риквуд обычно не удостаивает учеников своим вниманием. В чем же дело было? Похоже, он сговорит с Ранроком, а Ранрок хочет получить то, что попало в мои руки. Ранрок? Когда тебе поудалось в Грингосе? А вот это зачем было говорить? Мы с профессором Фигер общутились. Портал Гринготтс, ничего не понимаю. Да я тоже не понимаю, хоть это и случилось на моих глазах. В общем, мы попали в какое-то древнее хранилище, там нашли карту, ведущую за... Ой, дебил, господи, какое ты трепло. Отнюдь, профессор Фиг наставил о том, чтобы не прознала ни одна душа? Ага. Я понял, никому не расскажу, что вытянет. Ага, конечно. Спасибо. Упоминал, что самому тебе хватило ума не попадаться в запретной секции. Все верно, следите ночью, уходы в библиотеку. И никому ни слова. Какой же про... Не, ну не такой же словесный понос-то. Давай увидимся позже. Ну вот сейчас разочаровала игра. На полном серьезе. Вот одним диалогом просто бам и все. В огромнейший просто минус сразу же. Видишь? Вон стоит бери, нам нужно попасть. Эти выскажки старосты побегут ябедничать пергам при любом удобном случае. Лучше им нас не видеть. Я умею быть тише, муж. Пога, одеяка. Тебе надо научиться дезалюминицирующим заклинаниям. Оно помогает попасть в те места, куда входить не следует. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. То есть я на самом деле стану невидимкой? Ну что-то вроде того. Конечно, не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. Ну давай попробуем. Это было близко. Да. Но все равно успех. Так. Ну и перед тем, как мы применим это дезалюминицирующее заклинание, конечно же, поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бусилей, благодаря которым сейчас видосики на канале у нас выходят. И в частности, Хогвардс Легаси. Присоединиться к их числу. Вступить в семью. А семья это главное. По ссылке в описании, ребят. Ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok